Здравствуйте! В эфире «Неделя города» с вами Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Как эффективно использовать бюджетные средства в регионе? В совещании на тему принял участие депутат Госдумы Андрей Макаров, прибывший в Рязань с рабочим визитом. Весеннее обострение – ямочные проблемы. По распоряжению губернатора дорожники срочно приступили к работам по ремонту на самых проблемных участках рязанских улиц. Голливудские спецэффекты, учения парашютно-десантного полка завершились. Захват аэродрома и другие задачи выполнялись на полигоне в Днепровиде. В прошлом году Рязанская область получила больше 6 миллиардов дополнительных средств из федеральной казны. В этом уже почти миллиард, заявил на брифинге журналистом депутат Госдумы Андрей Макаров. По его словам, пока что средства федерального бюджета в регионах используют недостаточно эффективно. Основные приоритеты определяет не он, а региональная власть. И накануне выборной кампании Андрей Макаров пообещал сделать развернутый отчет перед избирателями. Максим Васильев продолжит. Андрей Макаров главный лоббист интересов Рязанской области в Госдуме. Об этом говорят местные политики, а об этом же говорят и цифры. Сумми поддержки Рязанщины из федерального бюджета позавидует любой регион. В прошлом году было 6 миллиардов, в этом уже миллиард. Деньги, которые получает Рязанская область дополнительные из федеральной казны, целевые и подотчетные почти всегда. Но есть и те, которые не входят в федеральные программы. Так называемая несвязанная поддержка. Что такое несвязанная поддержка? Это когда средства в регион приходят из федерального бюджета, и они не связаны каким-то объектом. Не связаны там на строительстве больницы или детского сада или чего-то еще. А просто вот несвязанная поддержка, и регион имеет возможность их потратить на те нужды, которые в том числе и общественно считают необходимы потратить. Вот на самом деле, чтобы было понятно, объем этой несвязанной поддержки за эти 5 лет вырос на 70%. Сейчас составляет больше 7 миллиардов рублей. Конечно, можно бесконечно оперировать цифрами. Они действительно стоящие, но с журналистами Андрей Макаров решил говорить открыто. И в качестве показательного примера своей работы привел несколько кулуарных историй. Одна из которых строительство в Рязанской области онкологического диспансера. Который сложно было включить в бюджет, еще сложнее доказать, что урезать расходы на него – кощунство. Когда бюджет этого года, уже в следующие трехлетки, когда строился, возник вопрос. Со всех объектов снимали по 10%. Секретно, потому что не хватало денег на борьбу с ковидом. Вот здесь, простите, и председатель правительства поддержала. Опять же, та же Татьяна Алексеевна Голикова. Что нельзя, и это не только для нашей области, поймите. Это для всех, мы сказали, что вот с таких объектов нельзя снимать деньги. Потому что проблема туберкулеза, проблема онкологии. Люди умирают больше, чем от ковида. Что нельзя с этих объектов снимать. Вот сохранить 10% на вот этот год было очень сложно. Поддержкой средств федерального бюджета регионы пользуются недостаточно эффективно. Это объективная картина. Задачи формирует региональная власть, и она должна их согласовывать с общественностью. Надо больше разговаривать с населением. На что именно нужны деньги? Приоритеты должны определяться здесь. Естественно, я их получаю от области в первую очередь. Но плюс ко всему есть прием. Просто прием людей. Когда люди приходят и говорят, а у нас это не попало. И мы начинаем обсуждать. Попадание или не попадание в Госдуму следующего созыва Андрея Макарова сегодня особо не волнует. А вот что действительно важно для председателя комитета по бюджету и налогам, так это полноценный отчет перед избирателями, который он хочет сделать максимально доступным. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Глава региона Николай Любимов в этом месяце сказал, что дорогам Рязани явно требуется ямочный ремонт. Ездить по некоторым улицам стало просто невозможно. Ждать до наступления теплой погоды и полного таяния снега уже нельзя. Это действительно очень большая проблема, и люди абсолютно справедливо пишут об этом очень негативно. Конец цитаты. Одним из таких участков было Михайловское шоссе. К ремонтным работам уже приступили. Михайловское шоссе – это одна из самых загруженных дорог города. И одновременно с этим – одна из самых разбитых. Водители то и дело жалуются на ямы здесь, которые к весне становятся настоящей проблемой. Поэтому участок этот и был выбран для ямочного ремонта. Бригада рабочих заделает выбоины на участке от Московского шоссе до улицы Московской. Погода таким работам не помеха. Впереди проходит человек, во-первых, сушит воздуходовкой. Во-вторых, если что-то, где-то небольшая влажность попадает, смесь имеет большую температуру, она ее сразу влагает, лишнюю небольшую выпаривает. Ямы на дорогах заделывают литой асфальтобетонной смесью. Это тугоплавкий битум, смешанный с гранитным щебнем. Все это нагревается до 200 градусов и заливается в яму. Уже через 15 минут, когда заплатки остынут, по этому участку дороги проедут первые автомобили. Технология позволяет использовать смесь в холодное время года, при температурах до минус 30. Это часть запланированных работ. Также еще идет бригада по ликвидации выявленных щебнем, подсыпая щебнем. Также в ночь еще будем работать, продолжим работать литой асфальтобетонной смесью. Преимущественно ямочный ремонт проводят ночью. Так дорожники не создают помех транспорту. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Захваты аэродрома и уничтожение врага. В Рязанской области прошли полковые и тактические учения парашютно-десантного полка с десантированием и боевой стрельбой. Все проходило в три этапа. О самых ярких моментах учения расскажем прямо сейчас. По условиям учений бронетехника, в которую летят все снаряды, принадлежит врагу. Бой ведет парашютно-десантная рота. Немногим ранее солдаты высадились на площадку приземления, захватили и удерживают аэродром. Отбивать его прибыли силы противника. Конечно же условные, но сопротивление вполне реальное. Эти условные задачи проходят в рамках отборочного этапа нового конкурса армейских игр «Белое солнце-2021». Названием послужил не советский фильм, а оптический эффект от разрывов боеприпасов тяжелых огнеметных систем. На фоне этого солнце резко блекнет и с огневых рубежей выглядит абсолютно белым. Здесь мы определяем лучшее огнеметное подразделение, которое по итогам конкурса будет принимать участие во всеармейском этапе. И далее уже на всех этапах учений, которые будут проводиться с парашютно-десантными, десантно-штурмовыми, разведывательными и другими общевойсковыми подразделениями воздушно-десантных войск. В конкурсе принимают участие все соединения ВДВ. На полигоне Дубровичи солдаты из Улан-Удэ, Уссурийска, Тулы и других городов. Первый этап – стрельба из реактивного пехотного огнемета РПО. Вес такого – 11 килограммов. Моя задача состоит в том – попасть в цель, поразить танк, находящийся сзади меня на расстоянии 250-300 метров. Второй этап конкурса – это огненно-штурмовая полоса. Позицию заняли! Позицию! Пошел! Десантникам предстоит пройти различные препятствия. Стену, разрушенный подвесной мост и огненный проход. Все это на время. При этом в определенный момент солдаты метают гранату на точность и периодически ведут стрельбу, правда, холостыми. Но каждый элемент идет в зачет. Сил нет. Как бы нечего тут больше сказать. А так, в принципе, нормально. Справились с этой задачей. Идеальнее всех полосу препятствий прошли солдаты из Улан-Удэ. В стрельбе из РПО отличились гвардейцы из 106-й Тульской дивизии. Но окончательные итоги состязаний еще предстоит подвести. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязани по горячим следам раскрыли разбойное нападение на магазин. Как сообщает сайт УМВД России в Рязанской области, в полицию обратилась продавщица магазина, что незнакомец, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал деньги из кассы. На видео с камер наблюдения видно, как злоумышленник под видом посетителя заходит в магазин на окраине железнодорожного района. На нем медицинская маска-перчатки. Подходя к кассе, мужчина вытащил пистолет и, угрожая пустить его в дело, потребовал у продавщицы деньги. 45-летняя женщина была вынуждена отдать налетчику имеющуюся в кассе наличность 5000 рублей. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к работе. Изучая пути отхода злоумышленника, оперативники выяснили, что он заходил на ближайшую АЗС, откуда уехал на такси. Оперативники проследили маршрут этой поездки и установили адрес, где высадился налетчик. При прочесывании местности в одном из дворов сыщики увидели гражданина по описанию похожего на разыскиваемого и задержали его. В одежде мужчины были обнаружены пневматический пистолет и похищенные денежные средства. Задержанным оказался 35-летний житель города Рязани, который в последнее время не работал и не имел постоянного места жительства, квартиру и у знакомых. За что задержан? Задержан за ограбление магазина. Что сделал конкретно? Забрал деньги из кассы. Каким образом? Отправил пистолет. Кого? На сотрудников магазина. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Наступил момент, когда день по времени сравнялся с ночью. Это астрономическое явление называется день весеннего равноденствия. Теперь до конца июня светлое время суток будет увеличиваться. С каждым днем солнце на 4 с небольшим минуты дольше освещает наш день. Об этом и других космических явлениях в следующем материале. Астрономическая весна для Северного полушария в этом году приходится на 20 марта. В это же время в Южном полушарии наступает астрономическая осень. С этого дня продолжительность дня для нас становится больше, чем длина ночи. Несмотря на то, что время для наблюдения космических явлений сокращается, жители Северного полушария могут увидеть много красоты на небе среди звезд. Главное заранее знать верные даты появления астрономических явлений. Одно из них пришлось на 19 марта. Выйдите под открытое небо, желательно где-нибудь подальше от фонарей и увидите очень красивое явление в созвездии Тельца. Будет Луна, молодой нарождающийся серп, пепельный свет и рядом Марс. То есть четыре таких интересных астрономических объекта в одном месте. Редкое достаточно явление. Если удастся вам, то обязательно посмотрите. Это явление можно наблюдать на юго-западной части неба. Как и это, многие другие удивительные события на небосводе в этом году можно увидеть, как только стемнеет. А некоторые даже днем. В этом году у нас ожидается на Земле два солнечных и два лунных затмения. Первое солнечное затмение 10 июня будет примерно в 2 часа дня, 2 часа 30 минут. Мы можем увидеть Солнце с небольшим таким кусочком Луны. То есть Луна закроет Солнце примерно на 20%. В принципе, даже взяв просто какой-то фильтр от сварочной маски или очень темные очки, посмотреть на Солнце, мы увидим, что Луну закрыло Солнце, закрыл кусочек Луны. Это явление можно наблюдать на территории Рязани. Другие солнечные затмения в России видно не будет. Однако в конце года, в районе 12 декабря, мы невооруженным глазом сможем увидеть новую комету, открытую в январе этого года. Ее назвали Леонард. Комета будет пролетать мимо Земли до того, как приблизится к Солнцу. Таким образом, не успеет разрушиться, как это произошло в прошлом году. В 2000 году мы ожидали какое-то феерическое действие с кометами. Одновременно могли наблюдать три очень ярких кометы. Но кометы, у них такое свойство, у них очень вытянутая орбита. И когда они облетают вокруг Солнца, имея структуру рыхлого льда, они распадаются. И вот эти все три кометы, облетев Солнце, они просто распались. И наши надежды не оправдались. Но совершенно внезапно астерископ робота, который находится на орбите, открыл новую комету. Комету Неовайс можно было наблюдать прошлым летом с июня по август. Она была легко видна невооруженным глазом. Астрономы надеются, что в декабре нам тоже повезет. Новая комета обещает стать самой яркой из тех, которые будут пролетать мимо нашей Земли в этом году. К тому же она примечательна тем, что пройдет очень близко от Венеры. Чуть больше, чем в 4 миллионах километров от нее. За всю историю астрономических наблюдений только 5 комет подлетали к Земле еще ближе. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Новости недели начнем с чрезвычайного происшествия. В Спасском районе Рязанской области 17 марта в среду перевернулся рейсовый автобус «Москва-Пенза». В нем находилось 58 человек. 18 из них получили множественные переломы и ушибы и были доставлены в Рязанскую областную клиническую больницу. Автобус «Москва-Пенза» опрокинулся в полвторого ночи в Спасском районе Рязанской области у населенного пункта Ушакова. Визуально прибывшие спасатели предположили, что двухэтажная сетра влетела в ледяной занос. У регионального МВД своя версия. Не справился с управлением, что, впрочем, не взаимоисключает предыдущую. Вины водителя в аварии нет. Говорит пострадавшая Вера Шумилина. Он делал все, что мог. Головек был страшный. Я занесла. Спасибо водителю, конечно, он молодец. Он смог все равно ни в Куретму, никуда. И хорошо, не было никаких встречных машин. На бок повалились все равно. Вот столько не загорелась машина. Первые цифры от главного спасателя региона тревожные, но не фатальные. Погибших нет. В автобусе находилось 58 человек, из них два водителя. К сожалению, по предварительным данным, пострадало 17 человек, которые доставлены в лечебное учреждение города Рязани. Для ликвидации последствий этого транспортного происшествия привлечено 35 человек личного состава и 16 единиц техники. Позднее число пострадавших возросло до 18. По счастливой случайности детей в автобусе не было. Тех, кто не требовал госпитализации, временно разместили в спортзале школы села Кирицы. Ликвидацией пробки на дороге занялись сотрудники ГИБДД. Сотрудниками ДПС было организовано реверсивное движение. В настоящее время движение на федеральной трассе восстановлено в обычном режиме. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора области. В ходе проверки, проведения которой порочен прокурор Спасского района, были дана оценка соблюдения установленных законодательством требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров в междугородних рейсах и содержание автомобильных дорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Новости из Рязанской областной клинической больницы пока жизнеутверждающие. Так называемых тяжелых в бессознательном состоянии пациентов нет. 11 оказали амбулаторную помощь, остальных отправили в травматологию и хирургии. И лишь двоих в реанимацию. Это преимущественно скелетная травма и хирургическая патология. Человеку мозговая травма. Сокресение, ушиб головного мозга. Помощь была оказана в кричащей сроке. Все пациенты поступили в так называемый золотой час. Сила и средства, которые использовались, хватило их в полном объеме. И хочется отметить как раз работу службы скорой медицинской помощи. Все было на высокопрофессиональном уровне. Двое в реанимации, мужчина и женщина. У обоих переломы, но их состояние у врачей тревоги не вызывает. Максим Васильев, телекомпания «Город». Важные новости для автолюбителей. В Рязани на несколько месяцев ограничат движение по улице Коширина. Это связано с ремонтом моста через Трубеж. Планируйте свой маршрут заранее. С 17 марта на мосту через Трубеж будет ограничено движение транспорта с закрытием левой стороны по направлению сборок в сторону центра и с организацией движения по правой стороне. Планируется, что срок ремонта составит не менее четырех месяцев. После чего движение будет организовано по левой стороне в сторону центра. На время ремонта здесь будут установлены информационные щиты и знаки. Ремонт данного сооружения настал достаточно давно. С 2018 года на данном объекте наблюдали систематические проблемы с покрытием по проезжей части, соответственно, с протечками. И основная проблема, как выяснилось, стала тротуар правой стороны моста. В 2019 году выполнялись работы, насколько помните, по ликвидации аварийной ситуации, когда правая сторона моста, тротуар, он частично обрушился. То есть были выполнены необходимые меры для обеспечения пешеходного движения, но часть из этих мер являлись временными. В списке наиважнейших для ремонта дорог Рязани мост через Трубиш второй, и это выбор самих рязанцев. Так они проголосовали на портале НашДом. В 2019 году параллельно с аварийно-восстановительными работами мы разработали проектную документацию для того, чтобы привести данные искусственного сооружения к нормативному состоянию. И сейчас в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы это сделаем. То есть на объекте, как вы видите, начались активные фазы ремонта. Движение будет организованное по временной схеме. То есть две полосы у нас будут идти по направлению в город, и одна полоса будет из города. Мы понимаем, что это тяжело, трудно и неприятно. Тут просим понять и приносим свои извинения заранее за причиненные неудобства. По проектным решениям 4 месяца отводится на ремонт каждой из сторон. Планируется, что работы завершатся 1 ноября 2021 года. По завершению ремонта по направлению в город должно появиться три полноценных полосы движения на проезжей части, и две полосы движения останутся по направлению из города. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В предыдущие три года мы ввели 2500 мест для дошколят. В этом должны добавить еще тысячу, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии нового детского сада номер 38 в микрорайоне Дашково-Песочня. Дошкольное учреждение на 290 мест возвели оперативно, потратили немногим больше полугода. И это на сегодня крупнейший детский сад в Рязанской области. Новый детский сад в Дашково-Песочне – это не просто разгрузка очереди на 290 позиций. Учреждение обещает стать в дошкольной среде законодателем моды. Дело тут не столько в 252 миллионах рублей, потраченных на строительство, оборудовании и методике на самом современном уровне. Николай Любимов не удержался. Здесь предусмотрена даже комната релаксации с сухим бассейном и тактильной зоной. Такого сегодня нет нигде, но точно будет еще. Глядя на уже построенное здание, тысячи дополнительных мест за год уже не кажутся какой-то сверхзадачей. Промежуточная статистика выполнения тех самых майских указов вполне приличная. За последние три года в области возвели 25 новых дошкольных учреждений, включая ясельные пристройки и отдельные детские сады. Этот пятый в списке. Дальше больше. 290 детей сюда как минимум может прийти. Теперь в микрорайоне ДПР-7. Конечно, потребность еще очень большая. И особенно в ДПР-7, там где строятся до сих пор и будут строиться новые дома. Приезжают даже семьи с детьми, приезжают молодые семьи, у которых потом появляются дети. Здесь нужны еще детские сады, здесь, конечно, нужна школа, здесь нужна поликлиника. Скорость возведения детского сада близка к рекордной. Строили всего полгода, качество сомнений не вызывает. И это пока крупнейший новый детский сад в области. Его двери детишкам откроют уже завтра. Все места укомплектованы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Весна началась, а это значит, что многие рязанцы и жители области готовятся к половодию. В последние годы половодие – большая редкость. Но учитывая количество выпавших нынешней зимой осадков, в этом году надежда увидеть разлив есть. Специалисты Рязанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды поделились своими прогнозами. Этот график практически ничем не отличается от биржевого. Только вместо курса валют повышается уровень в оке. Здесь, в Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды регулярно следят за уровнем воды. Вот график, как идет уровень сейчас на реке оке у города Рязани. Мы видим, что пока еще идет повышение, но уже выше по течению на постах Коломна, на посту Кашира идет уже снижение уровней. Чтобы прогнозировать предстоящее половодие, нужно учесть множество факторов, говорят специалисты. Первое – это уровень осадков. За один только февраль выпало снега на 283% выше нормы. А из соседних областей, откуда течет АК, уровень выпавших осадков еще больше на 25%. Вскрытие предполагается на реке Оке в районе Рязани будет, что в первой Пентаде, может быть, даже позже, ближе к концу первой декады апреля. Соответственно, на других реках области, на реке Мокша, все это со сдвижкой будет на 7-10 дней. Предполагается, что уровень воды в Рязанской половодии не будет превышать отметку в 5 метров 80 сантиметров. Опасной считается высота в 6,5 метров. Однако, когда АК поднимается выше 4 метров, в борках уже начинаются подтопления. Да и далеко за примерами ходить не надо. 5,5 метров и отдельные территории в лесопарке покроются водой. Исходя из имеющихся в главном управлении МЧС России и Прязанской области прогнозы о прохождении весеннего половодия, прогнозируется, что в зону воздействия весеннего половодия может попасть до 25 населенных пунктов с населением около 7 тысяч человек. Может быть подтоплено 12 низководных мостов, 3 автомобильных моста и 19 участков автомобильных дорог. В региональном МЧС уже проводятся мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод. Спланирована работа группировки, в состав которой входят больше 4 тысяч человек. Может быть привлечено 2000 единиц техники и 52 плавсредства. Но пока это только прогнозы, ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Например, дожди на снег только увеличат уровень половодия. Есть и другие факторы, которые немножко могут сгладить самые высокие пики. Это то, что осенью у нас был дефицит влажности в почве. Почва ушла полусухая в зиму. И сейчас уже стремительно уменьшается промерзание почвы. Прогнозы по половодию обновляются постоянно. В Рязани области работают 17 постов, 5 из которых автоматизированы. Через них и будут поступать актуальные данные по половодию, которыми и руководствуются экстренные службы города для безаварийного пропуска половодия. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на сайте нашей телекомпании и в социальных сетях. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова